Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Природа Будущего. Я Лариса Зарубина. Сегодня у нас ролик «Ответы на ваши вопросы». Первый вопрос. Здравствуйте, Лариса! Подскажите, пожалуйста, по какой земле надо поливать ростобионом? Я так понимаю, что вопрос задан про температуру почвы. Температура почвы должна быть в диапазоне 13-15 градусов. Это самая благоприятная температура, я имею в виду в осенний период. Выше, конечно, тоже замечательно. Следующий вопрос. Когда обрезать клематисы в зиму? Друзья, клематисы, розы – это те культуры, которые должны пройти обработку холдом. Поэтому слишком ранние обрезки для них это тоже не очень хорошо. Поэтому сейчас, начало октября, уже можно приступать к обрезке клематисов. Даже если вы будете при незначительных плюсовых температурах плюс 2, плюс 3 обрезать, это тоже допустимо. Поэтому не спешите слишком рано обрезать клематисы и не спешите их слишком рано укрывать. Третий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как на зиму утеплить колоновидные яблони? Если яблонь у вас первый год, тогда да, утепление им нужно. Если вы живете в средней полосе и яблонь у вас уже на участке давно, то в принципе в укрытии в таком основательном они не нуждаются. Они зимуют достаточно хорошо. Но в первый год я бы рекомендовала вам замульчировать приствольный круг и замотать яблоню. Прямо-таки вот так вот с укрывным материалом по кроне. Поверьте, особенно если это осенняя посадка, то это будет благо для дерева. Так, четвертый вопрос. Лариса, подскажите, пожалуйста, если у роз есть красные невызревшие побеги, надо ли их удалять и каким образом обламывать обрезатель на какую высоту? Ну, вы знаете, вот если вы начинающий садовод, то вам прям вот первым сигналом, на какую высоту обрезать и когда обрезать, будут первые морозы. Как только ударят первые такие морозы, минус 3, минус 2, все, вот эти красные невызревшие побеги, они вот так вот просто повиснут. И вы сами увидите точку, до которой нужно резать. Ну, это вот такая вот, скажем, простая подсказка для начинающих садоводов. Опытные, конечно, знают. Все эти красные побеги, они невызревшие. И под укрытие их отправлять точно не надо. Они могут просто запреть, начнется грибковое заболевание. Поэтому их обрезаем. Обрезать, я уже сказала, когда самый лучший период, когда после вот таких вот незначительных заморозков вы сразу увидите, где и как, и чего резать. Пятый вопрос. Лариса, скажите, пожалуйста, разве не надо мульчировать под деревом на зиму? Вы знаете, все зависит от того, где вы живете. И каково года посадка в ваше дерево? Если это первый год, то, конечно, в обязательном порядке мульчировать почву под деревьем нужно. Если у вас деревья следующего года, там, третьего, четвертого, если они у вас, например, косточковые, они тоже, ну, скажем так, любят, когда ножки у них прикрыты. Поэтому здесь вот, например, я в своем саду очень часто использую мульчиграм. Мне он очень нравится. Положил, и все. Это кокосовое вот такое волокно, спрессованное, укрывается очень хорошо. Если у вас такого нет, можно опилками. Если нет опилок, можно сеном укрыть. Ну, помните, опилки, сено, все вот эти природные материалы. Уж очень любят там мыши устраиваться на зимовку. Может пострадать ствол у дерева. Поэтому вот все-таки с мульчирующим материалом выбирайте такие, которые, ну, скажем так, не подойдут для мышей для устраивания гнезд. И если все-таки вы укрыли, тогда обязательно положите какую-то траву. А вообще, если вы живете в зоне, где у вас очень часто морозы, то укрытие для вас будет ежегодным при корневой зоне вот этой у дерева. Шестой вопрос. Я новенькая. Что такое ракета и зачем она нужна? Ну, в предыдущих роликах я рассказывала о новом препарате биокомплекс. Это ракета, которая особенно осенняя, она сейчас очень востребована. В осенний период времени мы сбиваем колышек, один колышек на один квадратный метр. Здесь удобрение пролонгированного действия содержит в себе все питательные вещества, которые необходимы деревьям в осенний период. Поверьте, вот именно осенью деревья тоже все-таки нуждаются в подкормках. Поэтому вот осенние удобрения для них имеют судьбоносное значение. А ракета очень удобна в исполнении. Забил колышек и все. Седьмой вопрос. Скажите, пожалуйста, в октябре раствором какой концентрации бордовской смеси можно опрыскивать? Все деревья, которые у нас уже без листьев, можно опрыскивать трехпроцентным раствором бордовской смеси. Все вечно зеленые, такие как хвойные деревья, мы обрабатываем однопроцентным раствором бордовской смеси. Иначе просто можно сжечь хвою. Помните об этом. Температура, при которой мы делаем обработку, последняя, это 4-5 градусов плюс. Следующий вопрос, восьмой. Антуриум цветет всегда, имеет по несколько цветов, но цветет как будто бы на стебле, не совсем стебелечков. Что делать? Ну, скорее всего, у вас не совсем, наверное, подходящие условия для антуриума. Где-то что-то не так. Или состав почвы нехороший, или же кормление у вас несбалансированное. То есть растению что-то не хватает для того, чтобы обеспечить вот эти ростовые процессы. Проанализируйте, пожалуйста, состав почвы, проанализируйте удобрением, которым вы пользуетесь, и как часто пользуетесь. И подкорректируйте агротехнику. И проверьте все-таки еще наличие болезней и вредителей. Потому что иногда бывает, что у растений просто не хватает сил выбросить вот эту вот стрелку. Девятый вопрос. А можно черенковать гортензии осенью? Да, можно гортензии черенковать осенью. Правда, это не очень хороший период для черенкования. Но после обрезки у нас остается много веточек, и многие мне такой вопрос задают. Можно ли их черенковать? Да, можно. Но берите с запасом. Потому что не все черенки в осенний период времени будут у вас успешно укореняться. Поэтому берем всегда с запасом. Десятый вопрос. Здравствуйте, Лариса. Я от всей души пролила землю железным купоросом. Что теперь делать? Вы мне только не написали, каким процентным раствором вы пролили землю. Но будем считать, что вы пролили трехпроцентным раствором железного купороса. И от всей души это сколько? Лейка 2, 3, сколько? То есть вот это тоже имеет значение. Но в любом случае, если вы чувствуете, что вы превысили дозировку, и у вас большая концентрация, и большая площадь была пролита вот этим, Единственный ваш способ это снизить концентрацию. То есть пролить большим количеством просто чистой воды для того, чтобы смыть вот эту концентрацию. Ну а весной уже будем разбираться, насколько сильно пострадали ваши деревья, кустарники, или то место, на которое вы пролили, что там росло, и вы мне не написали, конечно. Поэтому сейчас просто пролейте большим количеством воды. У меня на сегодняшний день все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!